Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем на роде НРП первый сервер, мой ник Кирилл под булови. Не забывайте водить мой ник при эстрации, потому что если уйти мой ник при эстрации и прокачать с третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам, поэтому при этом введите мой ник при эстрации. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, ссылочка на него будет в описании. Там выходят фото из моей жизни, покатушки на мотоцикле и так далее. Поэтому не ленитесь, подписывайтесь на мой инстаграм, я думаю вы не пожалеете. Итак, в этой серии я хочу, получается, поставить номера на эту машину. Кто не смотрел предыдущую серию, советую всем посмотреть. Вот я купил себе УАЗ Патриот в автосалоне, получается, и протюнил его. Но теперь нужно поставить на него номера и поехать проверить его на бездорожье. Я думаю это будет классно, поэтому ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. Ну сейчас я сажусь в машину и поеду в Южный. Встретимся уже в ДПС. Так, ДПС я еще не доехал, но я, короче, заехал в Южный и здесь вот такая вот картина, короче. Какая-то текстура, видите, оторвалась отсюда. И почему-то она находится там, понимаете? Типа, эм... Типа, чё? Что-то произошло не так. Сервер либо сломался, либо я не знаю, чё с ним происходит, потому что... Видите, здесь куска нету и, скорее всего, это и есть этот кусок, который оторвался от заправки. Я не знаю, в чём прикол, пацан, но я первый раз такое вижу. Типа, с этой стороны оно вообще прозрачное. Я не знаю, чё вообще происходит. Типа, ну такое себе. Реально такое себе, просто. Я просто в шоке, реально. Ну, блин, я такое реально первый раз вижу, типа. Это реально прикольно, просто. Смотрите на это. Это пиздец. Это реально пиздец. И, по-моему, Рыжик испугался, вы видели? Просто как резко так вырулил. И это, конечно, жёстко, пацаны. Это жёстко. Ладно, короче, поехали в ДПС. Я уже забыл просто всё. Но это, конечно, необычно смотрится. Я реально первый раз такое просто вижу, чтобы кусок оторвался от заправки. И он висел боком в заборе просто. Просто это жесть реально, пацаны. Это просто жесть. Всё, я зашёл уже в ДПС. Теперь нужно получить номер нам. Заходим вот сюда. И нажимаем Alt. 6, 7, 3. У нас цифры, а буквы я не знаю. Было бы прикольно, если бы выпал какой-то блатной номер. Но, к сожалению, это редко очень происходит. И эти номера продают. Иногда прикольно такие, с одинаковыми цифрами хотя бы. Но их продают там дороговато, мне кажется. За 500 тысяч, там за миллион. Ну и то, номера такие себе. Поэтому лучше просто поедем, получим наши номера. Не важно, какие там выпали. Но получим просто, чтобы они были. Всё, я уже подъехал к этому месту, где нужно получать номера. Так, и нам нужно заехать вот сюда. Да, я знаю, что я уже показывал, как номера получать. Ну, типа, решил ещё раз показать. Так, ESO 6, 7, 3. Ну, номер вообще ни о чём, честно говоря. Поэтому, ладно. Всё, пора ехать на оффроуд. Но перед этим надо заехать на заправку. Не знаю, смогу ли я заехать на эту заправку. Потому что... Ну, вы сами видите. Так, типа, блин. Ну, это жёстко, реально. Это жёстко. Я не знаю, почему это ещё не пофиксили. Появился вот ещё один УАЗик, кстати. Видите? Это чей-то УАЗик, да? Или нет? Ну да, там родина РП написано. Наверное, чей-то УАЗик. Ладно, давайте, короче, я заправлюсь. Доеду до места оффроуда. И мы продолжим. Короче, пацаны, я решил не ехать на горы. Потому что, ну, мы там уже были два раза, если не больше. Поэтому я решил поехать в лес. Здесь, кстати, чей-то дом находится с гаражом. Ну, нормально, чё. В лесу. Ну, на крайне леса, в принципе. Всё заебись. И я решил поехать именно вот в это место. У меня ремок, кстати, вообще нету. Я забыл их купить. Поэтому сейчас будем ехать чисто на свой страх и риск. Просто будем ехать по этой дороге. Сейчас там будут какие-то горочки. Попробуем на них заехать. Давайте вот здесь немножко сидим вот так вот. И попробуем заехать. У нас, если что, не полный привод. Вы мне писали в комментариях, что на УАЗике, типа, задний привод. Но можно подключить, типа, полный иногда. Поэтому, возможно, вы правы. Я это не узнавал, но, наверное, кто это написал, он прав. Так, давайте пробуем заехать. Нет, вообще ни о чём просто, да? Если передние колёса ещё подключались, но... Кстати, они, видите, немного срабатывают. Вы видите, они реально немного срабатывают. Это как? Это как, блядь? Вы видите? В смысле? Это как? Стоп. Эм. Подожди. Я не понимаю, как это работает. Стоп. Чё за бред? Я же проверял. Стоп. А ну. Так, съехали. Так, стоп. Вот так вот работает, да? А вот так вот я пробую. А, у него полный привод, прикиньте. У него полный привод УАЗика. Ни хера себе. Ну, только он как-то слабенько работает передний... Ну, полный привод у него. Передние колёса очень слабовато буксуют, поэтому... Давай, УАЗик. Молодец, просто. Молодец. Поехали, короче, дальше. Так, я приехал до нашего следующего препятствия, потому что там такие себе препятствия были. А вот эта гора, это, ну, это нормально, пацаны. Но мне кажется, мы на ней не заедем вообще никак. Может быть с разгона? Может быть. Так, давайте попробуем изначально с разгона, пацаны. Я не буду даже с места пробовать сразу заезжать. Давайте попробуем с разгона небольшого такого. Ну, как небольшого, а такой нормальный разгончик. Ну, давайте попробуем, пацаны. Берём разгон. Нитрового ещё что у меня нету. Блин, он по песку очень хреново едет. Ай-яй-яй, нет, он не заедет, мне кажется. Так, окей, окей. Здесь не получилось. Здесь не получилось. Давайте попробуем с горы, может быть, как-то разгон взять и залететь наверх. Ну, блин, он как-то слабенько очень едет с низов. У него низов почти нету. И, кстати, я разбил уже фару. Окей, давайте попробуем с этой горки вот так вот разогнаться каким-то образом. И вот так вот заехать. Есть. У нас получилось, но минус багажник просто. Просто минус багажник. Ну, ничего страшного, пацаны, это облегчение просто. Видите, у нас, кстати, колесо запаски, вот оно где. Почему-то, оно в салоне. Кстати, эта моделька реально баганая почему-то. Реально баганая, видите. Она просто, ну, я не знаю, что с ней. Потому что в ней много багов, я уже заметил. Даже когда дверь вот эта разбита, типа, всё прозрачное через эту дверь показывается. И вот я сломал крышку багажника, и она вошла в середину. Ну, ладно, возможно, это уазик такой непонятный. Ну, ладно, поехали, короче. Дальше попробуем проехать. Вот здесь есть тоже у нас препятствие. Давайте попробуем с разгона просто. Вот так вот, бах. Ого. Вот это было мощно, пацаны. Это было просто мощно, реально. Блин, ну, конечно, с разгона, да, он неплохо, неплохо едет, не спорю. С разгона он просто залетает куда угодно. Ну, а так с места... О, у нас багажник подчинился, пацаны. Нормально просто. Уазик сила. Уазик просто сила, сам подчинился. Вы видели? Просто багажник подчинил. Нормально, короче. Ну, что ж, я думаю, это будем заканчивать. Такие небольшие испытания были для Уазика. Я думаю, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой ник при регистрации, подписывайтесь на мой инстаграм и ждите новых серий. Следующая серия уже будет жить с нуля на новом каунте. Поэтому, реально, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok